В правительстве ключевые назначения. Верховный совет сегодня согласовал Татьяну Курбатову на должность первого заместителя главы Хакасии, а министр финансов Игорь Тугужеков наконец избавился от приставки ИО. Также депутаты приняли закон, который поможет решить проблему обеспечения сирот жильем. О том, как поработал парламент перед уходом на каникулы Константин Кравцов. В сером доме под красным знаменем победы сегодня официально утверждены два больших сотрудника. Фамилии кандидатов на должности в этой красной папке. Представляет Верховному совету Валентин Коновалов. Впрочем, сами персоны депутатам хорошо известны. Татьяна Курбатова в прошлом зам Коновалова курировала социальный блок. В марте прошлого года ушла в отставку. Теперь же претендует на более высокую должность первого зама главы плюс руководителя аппарата. На ту самую, на которую метил скандально прославившийся Владислав Никонов. Это интервью мы пишем с кандидатом еще до согласования. Неоднократно у нас была беседа и приглашение от главы республики. Такое решение было принято. Если бы я сказала, что я не волнуюсь, это было бы лукавство. Верно. Потому что, ну, конечно, доля волнения есть. Потому что очень ответственный шаг и очень ответственная процедура. В итоге большинством голосов депутаты поддержали нового старого члена в команде губернатора. Со второй попытки прорвался на должность главы Минфина Игорь Тугужеков. Приставка ИО при нем с декабря 2020-го. Прежде кандидат не проходил из-за жестких требований федерального центра. Теперь же, набравшись профессионального опыта, согласован. Благодарю за оказанное доверие. Обещаю верой, правдой служить Республике Хакасии и Российской Федерации. И если для отдельных членов правительства вопрос с трудоустройством сегодня отпал, то еще один пункт повестки касался детей-сирот, которым по закону положено жилье. Авторы предлагают альтернативу, то есть получатель вправе претендовать на квартиру, как и прежде, либо выбрать денежный сертификат. Принятие закона не потребует дополнительного выделения денежных средств, потому что в проекте закона о бюджете Республики Хакасия на 22, 23 и 24 годы уже предусмотрено 402 миллиона 108 тысяч 400 рублей. Здесь дается возможность и в ипотеку вступить в какую-то, может добавить свои какие-то уже деньги есть, и получить жилье, которое не просто то, что по стандарту положено, а значительно лучшее, может в лучшем месте и так далее. В очереди на получение жилья в Хакасии сегодня 2300 детей-сирот. По итогам прошлого года квартиры получил всего 191. Надзорные органы систематически выявляют недоработки чиновников. Сегодня прокурор Республики предложил властям включиться в долевое строительство, чтобы это помогло ускорить выдачу жилья сиротам. Одной из причин сложившейся ситуации является неэффективное использование бюджетных средств, несвоевременное их освоение. Из года в год складывается остаток неиспользованных органами местного самоправления субвенций из республиканского бюджета. Еще один больной вопрос для Хакасии – вывоз мусора, точнее постоянные перебои. Жители республики винят регионального оператора в нерасторопности, но в правительстве, судя по всему, серьезных проблем пока не видят. Ставить вопрос сегодня о том, что плохо все, давайте решим статуса оператора. А что дальше? Кто-то этим вопросом задался? Конечно нет. Вопрос очень серьезный, если сегодня конкретно смотреть о нарушениях, грубые нарушения, которые привели бы к коллапсу экологической катастрофы. Конечно, этого нет. Юрий Курлаев доложил депутатам, что правительство готово с 1 сентября направить на экологию дополнительно 160 миллионов рублей. Это позволит эффективнее бороться со стихийными свалками, строить площадки и закупать баки. Плюс все ждут открытия мусороперерабатывающего завода, которое назначено на 2024 год. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok